Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска с двигателем 3.5 полный привод на вариаторе пробег на автомобиле 115 тысяч километров сегодня заменю клапан на вариаторе который в предыдущем видео у меня есть начало с левой стороны под локером начало подтекать масло снял локер, посмотрел на клапане две трубки надломаны надломаны не просто так их коррозии съело было предложение взять заварить их но пообщался сказали, что не стоит этого делать потому что когда начинаешь их паять материал такой, что он рядом начинает пениться и все равно рядом будет трескаться именно с местом пайки посадил на дополнительный хомут ничего это не помогло все равно так же потеет, мокнет заказал новый клапан поднимаю автомобиль снимаю колесо снимаю локер и добираюсь до этого клапана чтобы его заменить поднял автомобиль снял колесо снял локер это я уже не показывал это есть в предыдущем видео ничего здесь дополнительно не откручивал только снял клипсы теперь как видно клапан вот он что я хомут второй ставил шланг дальше одевал ничего это не помогло верхний не мокрит а нижний мокрит подтекает масло поэтому беру снимаю и устанавливаю новый сниму радиатор заодно мне подсказали люди что снимал не мог радиатор помыть в принципе он чистый сейчас на улице очень грязно вот как на мойке дунул половину керхером промыл а половина под углом колесо не давала надо было руль вправо повернуть чтобы я вторую половину промыть не промыл ну поэтому я его сейчас сниму и керхером отдельно промою откручиваю крепление болт снизу и болт сверху но верхнего болта не видно сниму вот этот пыльник пыльник сидит на две клипсы снизу и одна клипса сверху снимаю их пыльник также вот у нас клипса с проводкой здесь ее тоже сниму для этого ее сжимаем по бокам не пойму какие бока здесь сжимаются а вот эти вот по торцам вверху гайки спереди прикручены гайки на 10 неудобно они там находятся но открутить можно и так же болт снизу побрызгаю его болт на удивление пошел легко но надеюсь что и гайки пойдут легко в принципе и гайка первая пошла легко откручиваю вторую вон верхние две гайки очень удобно откручивать отсюда вот я подсвечу вот одну гайку подсветил а вот вторая гайка за шлангом ну не шланг а этот у нас брызгалка омывателя фар ну в принципе крайнюю гайку можно и сверху легко открутить а вот эту гайку отсюда через гибкий удлинитель вот такой вот на конце гибкий удлинитель собрал и спокойно ее открутил обе верхние гайки снял нижний болт сам он смотрите в коррозии я на него брызнул ВДшкой на резьбу а он выкручивается легко все таки японское качество оно и есть японское качество эти мураны 10 года еще японской сборки 11 года уже пошли российской сборки болт вот он здесь весь коррозий а здесь он легко выкрутился радиатор целиком отошел теперь у нас его держат только шланги на этот клапан накину его обратно и сниму нижние шланги здесь оставил лампу против туман еще не закрепил как раз сниму радиатор и закреплю блок и закрепил 2 2 2 3 2 4 Субтитры сделал DimaTorzok Снизу я тазик подставил, чтобы масло у нас немножко побежит Чтобы много масла не терять, заткну болтами Теперь можно смело снимать радиатор Забит он только вот здесь, снаружи Здесь вот он просвечивается Ну, соты тоже побиты маленько А вот теперь до противотуманки легко и удобно подобраться Заменить лампу Ладно, сразу вот сниму Вот снимается так Если вытащить надо противотуманку Воспользуюсь магментом удобства Вот он болт Один крепежный болт Его откручиваем Снизу Здесь клипса Ее отгибаем Ну, как она, зажим, защелка И противотуманка выталкивается вперед Здесь есть регулировочный болт снизу Можно отрегулировать высоту противотуманки Сейчас скину этих два шланга с клапана Откручу сзади клапан Двумя болтами М6 крепится к этому кронштейну И уже установлю новый И в обратной последовательности накину радиатор Закреплю эту проводку Сейчас уберу ее, закреплю Ну, теперь снимаю шланги Они должны быть Расшатаны уже в прошлый раз Снимал их Все, четыре раза Ку misconception Ку? Цвет Светочки Ку? Закреплен Четверс el синон Фондюк Голи Нет, держится крепко. Трубка осталась там. Сейчас выдерну ее. Аплодисменты. Трубка осталась. экстрактором попробую выдернуть в курицу в курицу в курицу Субтитры сделал DimaTorzok Выдернул Ну а теперь ключиком на 10 откручиваю сам клапан Один болт открутил Ну второй практически открутил, беру новый клапан Новый клапан оригинальный Номер 21611 1АА01 Вот такой вот клапан Этот сразу откручиваю и шланг переставляю, чтобы жидкость лишнюю не терять Вернее не лишнюю, а жидкость не терять Немножко масла из него вытряхнул Сейчас покажу вторую трубку Вот она Как коррозия По краю шланга И это была точно такая же Вот видно по месту излома Вот эту если надавить Сейчас я ее надавлю Она пока еще не отломана до конца Вот она лопнула Именно по месту коррозии Протру маленько шланг внутри И одеваю его Сразу на клапан тоже накину Мерсу да Затягиваем. Все, клапан я прикрутил, теперь затягиваю оба шланга, ну хомуты я не стал убирать дополнительные, как их ставил, так их и оставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Смажу верхние две шпильки. Также здесь резьбу смажу, ну и устанавливаю на место радиатор. Субтитры сделал DimaTorzok Наживаю нижний болт. И прикручиваю верхние гайки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, радиатор я подтянул. Теперь одеваю шланги. Сначала одену нижний. И одену верхний. Одеваю хомуты на место. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, клапан я сменил. Радиатор я промыл. Устанавливаю на место пыльник. И пробую, тестирую. Сейчас здесь еще промою снизу. Вроде так промыл. Но еще побольше вымою, чтобы если подтеки начнут появляться сразу их было видно. Промыл здесь. Всю маслянистую грязь сбил. Собрал пыльник на локер. Пыльник поставил. Ставлю колеса, опускаю, завожу автомобиль, прогреваю и выставляю уровень в коробке. Проверить его обязательно надо. Масло подтекло немного, но тем не менее я его проверяю. Здесь через верх, вот так вот отверткой тоненькой вот этот флажок, отгибаю фиксатор и поднимаю щупку. А потом, пока мы его меряем, мы этот фиксатор в другую сторону поворачиваем. когда нам не придется его отщелкивать второй раз. Уровень масла в допуске. Поэтому на всякий случай я 100 грамм доливаю и оставляю так. Сейчас у меня 115 тысяч пробег. На 90 я менял масло в вариаторе, это 25 получается пробег. Через 20 тысяч я сменю опять масло в вариаторе вместе уже с фильтром. Перед этим я поддон не снимал. Здесь уже сниму поддон. Это на 135 тысячах. И поменяю масло. Все. Замену клапана я произвел. Всего вам доброго.